всем привет давайте сегодня расскажу как сделать баймакса из мультфильма самая простая модель по моему ничего тут такого сложного все делается со сфер сейчас покажу как все это дело происходит вот такой вот образец давайте его поставим в бок вот так вот и нажмем уже z и все это дело отключим вот такого я набросал давайте рассмотрим как и с чего состоят детали откроем добавим append сферу и давайте теперь покажу как все это дело моделируется вот это все мы отключим и оставим только одну сферу переключимся вот на эту модель нашу и перетащим ее вот сюда вот все уже по прошлом видео так что наверное ничего нового не скажу вот этот колесико вы крутите она уменьшает прозрачность нажимаете z все уменьшено и теперь давайте зайдем в деформацию в геометрии нажмем сайс и немножко нашу сферу ну вот так вот уменьшим теперь давайте мы его так вот подкорректируем опять же проверим по иксу как она идет вы видите что нужно выставить нажимаем флур отключим пока шип z наш рисунок и поднимем нашу сферу выше и посмотрим вот поэтому значку который отмечен как он у нас стоит опять же прикинем давайте включим симметрию проверим как она работает попробуем где-то что-то вытянуть ну вроде все нормально а теперь возвращаемся ctrl z и открываем опять наш рисунок теперь рисунок согласно вот это вот то что мы подкорректировали выравниваем перетаскиваем вот этот нажимаем на центр колесика и можем вот так его вертеть мало мало так вот давайте чуть-чуть выровним так вот пониже опустим тут ноги так что мы их потом сделаем убираем на z жмем колесико прибавляем drag size и вот этим вот мофта положи давайте начнем моделировать как раз в этом в этой модели пригодится вам и дайна мэш из рмс и можно будет как раз все это дело здесь просмотреть так все уберем колесом что-то вот такое у нас получилось вы видите что здесь идет ломка у нас вот она и как это все дело исправить заходим дайна мэш и нажмем дайна мэш вот дайна мэш всю нашу сетку сделал однообразной он и сам прочитал сам просмотрел и нам ее подкорректировал также можно будет сделать дайна мэш потом как мы уже закончим моделировать вот это вот все дело так теперь вот эту часть мы отдавим вот так вот а эту часть можно чуть чуть вот так вот вытянуть и эту часть чуть подать вот так вот сюда сюда вот так вот вот такое у нас тело получилось здесь мы отключаем full и можно наметить где будут наши ноги переключимся давайте на стандартную кисть нажмем the sub и вот так вот выровнив ее нажав левую кнопку мыши и shift давайте просто вот так вот сделаем выемки вот так вот все здесь вы видите что уже согласно картинке более менее намечено все и вот так вот у нас все получается тот же процесс у нас получается с руками тоже ставим вот сюда вот сферу и вытягиваем руку все давайте вроде принцип понятен давайте попробуем теперь когда вот эту модель я удалю нажму делить и давайте включим все наши части посмотрим как что установлено переключимся на тело вы видите как выглядит тело выемки здесь живот все это дело вот так вот выставлены посмотрим сетку вот эта сетка после дайна мэш и вот все вот это тоже дайна мэш просто больше полигонов так давайте посмотрим как работать теперь исправить это дело переключимся на руку и попробуем сделать ZRMS открываем геометрии нажимаем ZRMS и нажимаем сейчас он все просчитает и все будет у нас чин-чинарик вот вы видите как исправилась сетка уменьшились полигоны до 4072 вот в принципе все нормально так давайте еще раз смотрим голову как ее делать ответственная деталь возможно самое тут важное включаем опять же нашу картинку проверяем нашу симметрию и теперь вот это все дело опять же делаем геометри сайс уменьшаем и картинку вот так все поднимем посмотрим по сетке и теперь картинку просто опустим вот до этого уровня отключим опять видимость круга немножко еще уменьшим и давайте поработаем вот так чуть с плюснем и вот так вот чуть-чуть ее вытянем опять же сильно не привязывайтесь к картинке потому что ну где-то что-то повело где-то так вот не двигайте сферу а просто картинкой работайте ну вот вроде бы все у нас нормально давайте так посмотрим ну да все хорошо и теперь вот самый такой ответственный момент так вот здесь вот сделать глаза смотрим опять же симметрию все симметрия у нас нормальная добавляем дивайдов прям можно побольше и давайте теперь поработаем маскированием откроем цирку включим симметрию и вот так вот нанесем теперь переключимся на рек здесь мы уже симметрию отключаем она нам не нужна где-то вверху так вот выводим квадрат и вот так соединяем теперь control и заднюю часть маскируем чтобы не выдавилось потому что она зеркалит и не забывайте кстати об этом чтобы потом не переделывать так и теперь давайте в деформацию и инфлайт вот так можно инфлайтом поработать и давайте посмотрим что нам может дать сайс вот так вот работает сайс ну в принципе все нормальное давайте теперь посмотрим как можно сделать это с помощью мов вытягиваем мов смотрим чтобы у нас не было включена зеркалка x и теперь нажимаем shift и shift он вот так вот выводим вот вы видите три варианта а какая разница здесь более менее кажется лучше четче вот так вот вот такая вот голова у нас получается снимаем маску и вот пожалуй баймакс 3d вот вы видите как он тоже здесь сделан но это уже как сглаживанием я делал так что посмотрите как лучше какой вариант потом когда вы делаете дайномеш он по любому здесь вот так вот чуть-чуть сгладит ну это в принципе не принципиально вариантов много так эту теперь голову мы удалим да давайте еще раз объясню кстати можно еще работать кстати стандартной кистью вот вы когда вот так выглаживаете вот такой вот вид у него получается вот более мягкий более лучше также можно стандартной кистью на вдавливание поработать вот так вот и чуть-чуть туда вот так вот опять же смотрите за интенсивностью какая подойдет и чуть-чуть выгладить вот вы видите что глаз уже становится более такой мягче его можно еще больше туда вот так углубить сделать сделать кисть побольше и вот так вот именно глаз вот эту часть не надо сильно углублять и чуть-чуть вот так вот пройтись опять же сглаживанием так все это я удаляю давайте теперь вот эти части которые у нас получились просто объединим и посмотрим как еще можно работать когда у вас все уже кстати не забывайте что работает копирование с левой стороны на правую зебраж так что вот делаем левую сторону чтоб потом модель не вертеть и не подгонять опять не вот эту вот ось не искать и теперь вот когда у нас две заготовки сделаны вот допустим нога и рука да все по прошлом видео заходим в геометри модифит апологи и жмем mirror and well то же самое переключаемся на ногу и повторяем опять же mirror and well вот у нас уже баймак собраны чуть-чуть его осталось подкорректировать нанести тут еще у него детали здесь есть боковые тут на ногах тоже это можно делать маскированием так как сделать пальцы пальцы тоже делаем со сферы и посмотрим как это все будет выглядеть добавляем сферу опять же на нее переключаемся заходим в геометри size и вот так вот все это дело уменьшаем с помощью MOF вытягиваем вот на эту сторону подгоняем к руке и сейчас мы будем моделировать пальцы так чуть-чуть еще можно уменьшить вот так и теперь знакомая MOF Topology побольше draft size убираем симметрию и вот так вот начинаем все это дело моделировать вот опять у нас идет ломка это не беда сейчас мы все это дело подправим чуть-чуть вот так вот делаете намечаете вот здесь мягкую часть вот так вот так и делаете опять же ZRMS ZRMS еще где-то вот здесь вот можно еще чуть-чуть вот так ее подобрать вот так вот а здесь часть чуть-чуть растянуть и теперь с помощью Morph вот так мы это все дело устанавливаем вот так смотрим чтобы более-менее он установился по руке по изгибу вот так вот переворачиваем и немножко можно даже ее вот так вот подкорректировать вот теперь жмем Ctrl и вытягиваем еще один палец вот так поработаем немножко с ротацией вот таким образом немножко еще ее так вот перекрутим и с помощью Morph вот так вот подгоним и повторим еще раз такую же операцию вот так вот это у нас будет большой палец и добавим сейчас мы еще третий вот так вот вот так Вот теперь можно с помощью браш Их вот так вот подкорректировать Тут уже на месте Посмотреть как у них изгиб идет Чуть-чуть вот где-то подогнуть Где-то косточку так вытянуть Где-то часть погрузить Вот так вот И с помощью мов можно Немножко ее дальше Вот так вот посадить Вот где-то так вот И теперь вот даже Чуть-чуть сюда, чтобы Вот так вот Нажимаем Ctrl-I И можно так же уже Поработать с этими пальцами Вот так Вот этот можно вытянуть побольше Это тоже чуть-чуть вот так вот А этот палец уже он как Боковой Пусть вот так вот Корректируется Чуть потолще его можно сделать Вот так вот И сюда его подзагнуть В эту сторону Вот так вот Как пальцы смотрятся тут Вот так вот И теперь нажимаем опять же Modify Apology Mirror and Well Все вот у нас уже и тут рука сделана В принципе все Готовый он Надо еще Корректировать конечно Пальцы Подлепить И добавить Вот эти вот части Которые есть В Bymax Сейчас я вам Ближе их покажу И прибавим Интенсивность Так на Вот Вот здесь вот Вы увидите Что Здесь вот есть Вот эти вот Впадины Вот Как рука еще Вот вы видите Что идет Нужно подкорректировать Подушечки пальцев Наметить Вот эту часть Еще можно добавить В принципе работа еще есть И Это можно дело Подкорректировать Лучше Давайте переключимся Теперь на руку И посмотрим Как это все дело Исправляется Жмем вот так вот Побольше Здесь ставим Побольше А здесь Подминаем И чуть-чуть Вот так вот А здесь делаем Потонше И вот Когда вы Эту часть Уже подправили Тоже Вот вы видите Да Все здесь Рука вот Подправлена А это Осталось В прежнем Виде Опять же Заходите в Геометрии И жмете Мир Энтвел Все И эта рука Осталась Зеркально Симметрична Так Давайте Теперь Сделаем Ноги Так Сначала Сделаем Вот эти Боковые Части Здесь Можно Выгладить И вот Так вот Используя Круг Клиркл Вот так вот И вот Теперь Делаем Экстракт Отключаем Дублирование Жмем Ага Нас не устраивает Вот эту Часть Нам надо Сделать Белой И теперь Жмем Экстракт Смотрим Толщину Слишком Толсто Уменьшаем Вот Вот это Уже Пойдет И жмем Аппенд То же Самое Проделываем Вот С этой Частью Давайте Посмотрим Как она Выглядит Здесь Более Квадратная Толщина И вот такое у нас вот получается. Также делаются здесь вот боковые руки, если отключить, переключимся на тело, и давайте тут повторим это, как это все делается. Добавим дивайдов, чтобы четче все было. И подгадать теперь надо это все. Вот так вот. И делаем опять экстракт. Уменьшаем толщину. Вот так вот. И жмем отсыпку. Вот такое что-то получается. Также здесь на локтях, на руках делается такая штука. Вот так вот делаем тоже экстракт. Ацепт. И переключаемся на нее, снимаем выделение. Вот такая вот лотка получилась. Ее можно смягчить в деформации. Polish by group использовать или relax. Вот так вот. Вот такие вот дела. Все простенькое. И теперь опять же Geometry и Mirror and Well. Вот она уже на другой руке. Все нормально. Также их можно подкорректировать. Вот так вы уже знаете, как это делать. Чуть-чуть их подровнять где-то. Где-то чуть-чуть углубить. И вот такая вот штука у вас получится. Смотрим со всех углов. Вот так. Вот уже она потоньше. Все нормально. И опять же Mirror and Well. В следующем видео давайте попробуем значок вот этот сделать. Как его сделать, как его сделать, варианты, что можно, еще можно здесь с ним сделать. Может быть доспехи потом оденем. Как их делать тоже расскажу. Все это дело тут выглаживается. Потом давайте посмотрим, как все это по саптулам у нас. Вот столько у нас саптулов получилось. И вот такой вот BMX 3D. Все, всем пока. До свидания. Спасибо за подписку, за классы. Даже дизлайки будут в тему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.